Сумцы молодцы. Битва в Прибалтике. А затем развернулись бои в Прибалтике мобильные, шедшие с переменным успехом и стоившие противником больших потерь. Очевидец вспоминает эпизод, когда в июле 1915 год сумские гусары в конном строю атаковали противника. На пора щетинившейся пиками массы в 1600-х человек был столь грозен, что германская пехота побежала под прикрытием артиллерийского огня. Гусары решили участь боя, выручив сибирских стрелков из пешеных улан. 1-й гусарский полк. Общее фото 1-го эскадрона. 1910-й год в центре Камэскен. Е. Марков. Горохов же. Русская императорская кавалерия. 2008. А вот такой интересный эпизод произошел 26 июля. Высланные вперед разъезды Корнета Соколова и Головина Петра, присоединив к себе разъезд 1-го Донского казачьего полка, с боем прошли лесное дефили, отогнав заставу немецких самокачиков и захватив шесть мотоциклеток. За ними прошел бывший в голове 6-й эскадрон ротмистра Слепцова. Пройдя версты 4, Слепцов, встреченный ружейным огнем противника из фольварка Паравицы, принужден был спешить эскадрон. Эскадрон продвигался медленно и по донесениям командира эскадрона сил его было недостаточно, чтобы выбить немцев. Командир полка приказал 1-му эскадрону штаб с ротмистра Петрашкевича и двум орудием поручика Рождественского поддержать 6-й эскадрон, поручив общее руководство боем командиру 1-го эскадрона. Орудия заняли позицию и немедленно открыли огонь. Видя удачные попадания артиллерии, Петрашкевич развернул эскадрон в лаву и с дистанции 2-х верст двинулся на Ф. Паравица. Несмотря на артиллерийский и ружейный огонь 6-го эскадрона, немцы встретили атаку Петрашкевича метким огнем. Эскадрон постепенно увеличивал алюр. Приближаясь к цели, Петрашкевич заметил, что впереди фольварка протекает ручей с крутыми берегами, шириной около двух саженей. Препятствие могло погубить эскадрон. Останавливаться было поздно, и Петрашкевич направил атаку на мост. Немцы усилили огонь. Пуля пробила луку седла и ранила командира эскадрона в руку. Несколько гусар и лошадей упало. Петрашкевич с эскадроном быстро приближались к мосту. Рождественский уже прекратил стрельбу из-за боязни попадать по своим. Наступал решительный момент либо не выдержат гусары, либо немцы. Не выдержали немцы. Пользуясь заминкой эскадрона на овраге, кавалерия противника ускакала на север-запад. Удача атаки несомненно содействовал разъезд штаб с ротмистра Елизарова, высланный в начале боя в обход правого фланга противника. Елизаров переправился через ручей южнее Паравицы и вышел немцем в тыл. После атаки по вспаханному полю эскадрон не был в состоянии преследовать противника. Разъезды, высланные шестым эскадроном, неприятеля до темноты не обнаружили. В первом эскадроне убито двое гусар, ранено пять. Убитые ранено несколько лошадей. Среди раненых гусар, тяжело ранен в живот первый вскочивший на мост доброволец гусар Левицкий. Несмотря на польскую фамилию, Левицкий был японец. В японскую войну 1904-1905 год, г. генерал Левицкий подобрал сироту японца, усыновил и воспитал его, все же Левицкий с трудом говорил по-русски «сумские гусары». С. 227. Очевидец, воспроизводя эпизод, произошедший позднее, нарисовал следующую картину. Растянувшаяся в колонну кавалерийская дивизия двигалась по лесу с казаками в авангарде. На выходе из леса кавалеристы были остановлены огнем из траншей. Противодействовал кавалерийский эскадрон германцев при поддержке вторых полевых орудий. Первый гусарский полк. Корнет-С. В. Вакар с товарищами по оружию. Рижский фронт. Осень 1915 год. Полк встретил в траншеях, занимая позиции в районе Двинска. Очевидцы отмечали мощь долговременных укрепленных позиций, на которых кавалеристы периодически сменяли пехоту. Мы как-то написали статью, посвященную поездам баням русской армии и хотим упомянуть интересное замечание очевидца на этом этапе войны, превратившейся в позиционное противостояние. Гусар вспоминал, что поблизости от позиции остановился поезд бани. Гусары мылись по эскадрону. Заходя в первый вагон, эскадрон раздевался. Потом переходил во второй вагон и парился. В третьем вагоне гусары мылись, в четвертом вагоне обсыхали, а в пятом вагоне, в котором находилась уже обработанная паром форма, одевались. В последнем вагоне пили чай с булочками. Такие поезда бани курсировали по фронту постоянно, там же. С. 210. Весной 1916 год. Гусары проводили разведывательные действия. Так, в марте 1916 год. Второй эскадрон попал в засаду. Дозоры прошли поляну беспрепятственно. Немцы их не тронули, ожидая приближения всего эскадрона. Видя, что эскадрон вперед не двигается, немцы не выдержали и открыли по нему огонь. Эскадрон рассыпался в цепи и стал отвечать. А на другой день с той же задачей был послан третий эскадрон под командой поручика Дмитриева. Эскадрон попал в засаду. После ожесточенной рукопашной схватки Дмитриев, оглушенный и сбитый с ног прикладами, был взят немцами в плен. Пропорщику Таланову с большей частью эскадрона удалось прорваться и через лес вернуться в расположение. Последний раз провести разведку было приказано второму эскадрону, которому были приданы полроты пехоты. На этот раз обошлось без происшествий. В июне полк оказался на левом берегу западной Двины напротив мест. И Локст, а в июле севернее Двинска. В этот период отличился рот мистер Лопухин, переправившийся через Двину и ворвавшийся в немецкий окоп. Захвативший пленных и благополучно вернувшийся к своим рот мистер становится кавалером георгиевского оружия. К этому времени полк потерял убитыми шесть и ранеными двадцать восемь офицеров. Состав полка сильно изменился, полк омолодился. К концу войны, кроме старого князя Трубецкого, самыми старшими по годам были Ю. Б. Алферов тридцать третьего года и Б. Н. Говоров тридцать первый год. Вахмистры, вышедшие с полком на войну, сдали офицерские экзамены и, произведенные в пропорщики, ушли в другие полки. Сильно изменился и состав нижних чинов. За войну в полк прибыло из седьмого запасного кавалерийского полка пять маршевых эскадронов численностью в ста тысячах ста пятидесяти человек каждый. В конце января 1917 год было приказано развернуть стрелковые дивизионы в стрелковые полки, спешив в каждом кавполку два эскадрона, а полкам перейти на четыре эскадронный состав. Потянули жребий выпало спешиваться второму и пятому эскадронам. И существовавший стрелковый дивизион развернулся в стрелковый полк первой кавалерийской дивизии. Он состоял из трех дивизионов – Драгунского, Уландского и Гусарского. Одновременно с образованием стрелкового полка была расформирована дивизионная 8-пулеметная конно-пулеметная команда. Первый гусарский полк. Вольно определяющийся Желтухин с невестой. На груди университетский значок. Москва, 1910 год. Революционные события застали полк все на том же Двинском фронте. Первый гусарский полк решал самый широкий круг боевых задач. Действовал в конном и пешем строю, сражался в траншеях. О нескольких конных атаках мы упомянули выше. Исследователь конных атак русской кавалерии в Первую мировую войну и Рубец особый выделяет четыре результативных конных атаки сумцев. Первая состоялась 8 августа 1914 год, когда идущий в головной заставе взвод под командованием штаб с родмистра Никольского в конном строю атаковал немцев, занимавших дер. Грабовин и выбил их из деревни. Рубец и Ф. Конные атаки российской императорской кавалерии в Первую мировую войну Слеж-слеж военная быль 1964 Номер 68 С. 15, а также сумские гусары С. 179 26 июля 1915 год Первый эскадрон под командованием штаб с родмистра Петрашки Вичата Ковалфальф Паравицы, заняты германскими вторым эскадроном Саксонского карабинерного полка и роты самокатчиков Фальварг был взят, два гуса рубита и пять ранена Рубец и Ф. Конные атаки российской императорской кавалерии в Первую мировую войну Слеж-слеж военная быль 1965 Номер 76 С. 46 Об атаке мы писали выше А 30 июля 1915 год Четвертый эскадрон под командованием родмистра Панкова атаковал хутор Удер Кубим Немцы оставили хутор, уныся своих убитых, там же В этом бою конная атака сочеталась с действиями спешенных эскадронов Наконец, 20 августа 1915 год Шестой эскадрон под командованием родмистра Слепцовой в районе станции Дудзивас атаковал эскадрон саксонского гвардейского конного полка Командир германского эскадрона был заколот пикой, а два офицера и остатки эскадрона пленены, Рубец и Ф. Там же С. 47 Подробности атаки были следующими 20 августа в 6 часов утра Люди уже пообедали, коней накормили и полк вытянулся в походную колонну, направляясь по назначению Отдыхали всего 3-4 часа Утомление дошло до того, что люди засыпали днем, пользуясь каждой остановкой, кто спал, прислоняясь спиной к дереву, кто в придорожной канаве, один заснул даже на муравейнике Наступление стрелков было успешно Роты, сбивая спешенные части германской кавалерии, 23-я кавалерийская бригада, быстро продвигались вперед Батальон шел по полотну железной дороги, западнее станции Дудзивас Дивизия, имея в авангарде, казаков, продвигалась через лес, параллельно движению пехоты Пройдя половину леса, казаки были задержаны сопротивлением немцев, окопавшихся впереди деревни Расположенной на большой поляне, орудие противника било по выходу из леса Спешенные, сотни не могли продвинуться Дивизия, растянутая кишкой по узкой лесной дороге, оказалась в затруднительном положении Артиллерия беспомощно стояла в лесу в колонне На поддержку казакам были высланы 3-й и 6-й эскадроны 3-й эскадронь Корнета Соколова, спешившись, пошел по лесу в обход деревни 6-й, прикрытый лесом, в конном строю стоял за цепями казаков Казаки поднялись и с криком «Ура!» бросились на немцев Видя это, командир эскадрона ротмистер Слепцов, развернув на ходу эскадрон в лаву, бросился в атаку Гусары, опережая казаков, настигли начинавших бежать немцев Часть была изрублена, часть взята в плен Командир германского эскадрона был заколот пикой Два младших офицера сдались Орудие, находившееся далеко за деревней, успело уйти Взятые пленные были гвардейского саксонского конного полка, сумские гусары С. 233 А вот пример боя в пешем строю Август 1915 год Мне было приказано вспоминает командир 2-го эскадрона ротмистер Говоров 18 августа занятие эскадроном позицию у деревни Ужнеем из Идаудзивас С утра начали рыть небольшие окопы Около 10 утра прискакал казак и крикнул, что наступают немцы Мы заняли окопы и действительно излезе показались цепи немецкой пехоты силой в батальон Подпустив их приблизительно на 1200 шагов, мы открыли частую стрельбу из винтовок и одного пулемета По-видимому, наш огонь произвел впечатление, ибо немцы залегли и сейчас же открыла огонь их батарея В течение часа мы держались Скоро стали появляться раненые Осколком снаряда ранен корнет Иванов, контужен корней Дмитрий Головин, ранены несколько гучап Патроны начали подходить к концу Попаданием снаряда выбросила из окопа наш пулемет Я приказал поодиночке отходить и унести пулемет За себя я не очень беспокоился, ибо в каменном сарае стояла моя нора Вестового я раньше отправил с донесением, больше конных не было Когда я вошел в сарай, в стене было два отверстия от гранаты и нора с оборванным поводом металась по сараю Я поймал ее, связал повод и сел верхом Когда я выезжал из сарая и прижался к стене, огонь был еще довольно сильный Люди уже ушли и пулемет унесли Выждав разрыва очереди шарапнели, я пустился догонять эскадрон Почти сейчас же меня охватило двумя пулями по левой руке и левому боку Я усидел и благополучно доехал до перевязочного пункта Контуженный корнет Головин довел эскадрон до леса и занял позицию на правом фланге полка Отбивая атаки немцев, не дал им возможности распространиться в обход фланга Головин оставался в строе до прибытия нового командира эскадрона Эскадрон принял корнет граф Борх, а потом в штаб срод мистер Елизаров Брат его, младший Елизаров, во время всего боя продолжал оставаться в доме лесника, на хуторе Бужгов Дорогой к полку была уже занята противником и он держал связь с полком по телефону, присоединенному к правительственному телеграфу Лишь после приказания уходить, прапорщик Елизаров с большим трудом присоединился к полку В этих боях был ранен вольноопределяющийся Вилентин, награжденный к этому времени Георгиевской медалью и двумя Георгиевскими крестами Сумские гусары С. 232 Угаснув в начале 1918 года, полк был возрожден в Добровольческой армии в декабре 1918 год И прошел через серию жестоких боев и сражений В годы Первой мировой войны восемь офицеров полка стали кавалерами Георгиевского оружия Командир 2-й бригады 1-й кавалерийской дивизии генерал-майор И. Поручик Петрашкевич, Корнеты Соколова и поручик Слепцов над военным групповом фото Петербуржцы офицеры 1-го Уландского Санкт-Петербургского полка Сумские гусары 1951 А разведчик-поручик В. Иванов стал кавалером ордена Святого Георгия 4-й степени за то, что, будучи послан с разъездом для наблюдения за шоссе Краснополь-Сейны, 11 сентября 1914 года и обнаружил движение большой колонны противника и продолжал наблюдение с 7 часов утра до 5 часов вечера, несмотря на то, что в его тылу показалась еще колонна противника и отрезала ему путь отхода Причем, окончив наблюдение, прорвался сквозь немецкое охранение, попутно обнаружив неприятельский бивак, и доставил ценные сведения о противнике, имевшее важное значение для успешного результата боя В первой статье цикла мы особо заострили внимание читателя на подвиге разведчика, результат которого имел важное оперативное значение Восемь офицеров полка пало в годы Первой мировой войны, в том числе поручик Стар Инкевич погиб на Кавказском фронте, будучи распят курдами, и 19 погибло в годы Гражданской войны Из них 10 человек, включая отличившегося в первом сражении у Мазурских озер князя Меньшикова, было расстреляно и один покончил с собой История же первого сумского гусарского полка стала летописью 270-летнего служения верой и правдой своей Родине России Субтитры создавал DimaTorzok